виноград яблоки вишню черешню сливу кизил фундук можно и необходимо вырастить без применения химикатов а вот с персиком не получается но с минимальным применением химии все-таки можно еще скажу о винограде обязательно сниму видео пройдусь по балбесам которые безмерно льют яд на виноград ну вот сейчас мы так пройдемся слегка было видео весна восемнадцатого года сад без ядохимикатов вот видите яблоня хорошо от нормировал ее цветоед чтобы не было периодичности плодоношения ну вот видите там выполнена ловушка клеевая клеевой пояс и ловушка вот такая для бабочек ну считаю что они уже выполнили свою задачу хотя еще несколько будет периодов появления такого опасного вредителя как плодожорка но не преодолеет он клеевой этот пояс и так вот плавно мы переходим к персику вот персик видите высота 2 метра результат правильной обрезки и смотрим какой на нем урожай результат правильной химобработки один раз этот персик всего лишь был опрыснут скором было видео на эту тему и называлось это видео о бесполезности медного купороса вот я считаю что многие люди пытаются напрасно победить курчалость листьев персика медным купоросом и медь содержащими препаратами вот смотрите еще урожай какой вся проблема в том что он не только бесполезен а и вреден будем так говорить вот я отказался от медного купороса исчезли болезни и победил я эту курчавость и выше стала урожайность персика это видно вот у меня видео есть там самое самое раннее о борьбе с курчавостью персика я еще применял купорос а вот когда от него отказался повысилась урожайность и вот многие люди которым я советую так сделать говорят о том что урожайность возрастает хочу сказать что еще лет 50 60 тому назад в научной литературе появлялись статьи о вредности медного купороса но как-то этот вопрос затерся не знаю почему вот в предыдущих видео о вреде летние обрезки я говорил о двух видов о двух видах интернет ютубовских балбесах ну вот чтобы не сомневались что это тот персик который из видео о бесполезности медного купороса вот я вам опорную точку даю код рыжий там сидит наблюдает за этим делом ну я это я отвлекся и так вот об этих деятелях ютубовский вот первые они распинаются это любители из любви к себе а вторые из любви к наживе а вот их объединяет одна неуемная страсть это страсть прямо-таки патологическая яда химиката вот будем разбираться по их советам которые приносят вреда больше чем все вместе взятые вредители и болезни вот я вам хочу зачитать перечень по алфавиту просмотрел всего лишь два или три видео что надо вылить по их мнению на персик чтобы победить курчавость ну и другие болезни во первых обработки по их словам надо делать два раза в месяц это весенне-летние и через два месяца в осенне-зимний период вот я сейчас достану бумажку и зачитаю по алфавиту быстро получается это где-то 10-12 даже больше химобработок и так актора актелик медный купорос намол нурилд ридомил реген строби хлорокис меди хорус чемпион энджио вот смешать бы это все и залить бы им кое-куда еще белич там бы советует не делать этого доказано что побелка очень вредно влияет на кору деревьев она ее обжигает и вот льют они льют это все а персик как болел так и болеет а весь этот коктейль попадает или непосредственно в организм человека или с водой в почву а потом говорят генофонд ухудшился и вот стоят барбосы такого серьезнейшего вида у деревьев полностью пораженных курчавостью и бубнята вот надо тем а вот надо этим вот и вылез на youtube физиономию свою показать точно не ленделон глупость только показывает и больше ничего если сел гриб на лисе уже ничем его не выведешь поздно батенька только обрывать а вот что пишут другие ученые агрономы тоже я не говорю в предыдущем видео ну у них такой пламень в груди и подбилет где-то зарыт в огороде хотя пламени это нажива а парк билет наверно уже мыши съели вот опять достану я бумажку и зачитаю вот что надо делать там в интернете целые там дневники ученые труды пишут вот первое в конце февраля начале марта обработать персик медь содержащими препаратами но это та же бордовская жидкость и там заменители всяких хлорокис кубоксат все это препараты они контактного действия то есть хорошо смывается влага а споры гриба еще сидят под прикрытием в конце февраля вот так вот пришипившись надеясь на авось и этот самый авось случается на следующий день там или через день или через два обязательно осадки пойдут это уже проверено только обработал и огонь а хуже того еще снег и все эти контактники смываются не причиняя спорам никакого ущерба или хуже того не рассчитайте вы концентрацию той же бордовской жидкости и пожжете сорождающиеся листья персика это первый пункт вот второй перед светением по розовому бутону хорусом обработать обработать вот эта глупость несусветная и повторяется всеми балбесами на ютубе уже поздно листочки уже вылезли на свет божий и хватанули спор курчавости по полной ну и третье это уже абсурд совсем после цветения в фазе осыпания лепестков обработать еще раз там уже пишет хорус плюс топаз вернее скор плюс топаз ну это уже как говорится поздно пить боржоми лист поражен лист поражен полностью и уже никакими химпрепаратами вы его к жизни не вернете вообще вот если говорить об этих ученых агрономах так они себя там объявляют в слове ученый смысл главный в том что человека учили но не значит что вы учили верить все это с советским прошлым когда в каждом даже захудалом колхозе был агроном по химзащите и надо и не надо забивали поля и сады химикатами химией травили планы у них были и даже по моему была какая-то программа по химизации ну чем все это кончилось известно в общем у этих бывых членов КПСС мозги на бекре а у тех молодых в голове пустота только так вот физиономию свою посвятить на ютубе и что-то там такое сморозить ну просто стыд и позор в общем некуда бежать а колызы есть куда увеличение концентрации химпрепаратов и количество химобработок несет только вред у возбудителей болезни и вредителей появляется стойкость к химпрепаратам а как надо а надо как в драке уличной один удар в челюсть и аут надо знать когда и куда бить или потом бей хоть бесчетное количество раз и все без толку ну неоднократно я выкладывал видео о правильной борьбе на эту тему ну вкратце повторюсь обработать в самом начале в самом начале вегетации чуть покажется из почек кончики листьев обработать по инструкции препаратом желаю желаю вам высоких урожая смотрите правильные видео все безусловно еще безусловно